Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы поговорим об архитектурном облике города и кто на него влияет. Наш гость – почетный архитектор России, заслуженный архитектор Ульяновской области, главный архитектор Ульяновской области, Ульяновска, Димитровграда с 1994 по 2016 года, член Союза архитекторов России Татьяна Михайловна Тарасова. Здравствуйте, Татьяна Михайловна! Добрый день! Ну, сегодня для начала я хочу представить вашу книгу «Архитектурный облик города». Он так и называется, «Архитектурный облик города» или «Как сделать город лучше». О чем или о ком она? Расскажите, пожалуйста. Эта книга вышла в апреле 2023 года, в этом году. То есть вот-вот буквально. Вот, она прямо свежая. И впервые я ее представила 20 апреля на фестивале «Симбирская книга» в Ульяновске, во дворце книги в областном. И, ну, о чем эта книга? Эта книга вобрала мой более чем 20-летний опыт работы главным архитектором и города, и области. И поэтому я решила поделиться этим и с молодыми архитекторами, и с главными архитекторами, и просто с архитекторами. И, в общем, книга интересна и для широкого круга людей. Потому что эта книга три в одном, я ее для себя так называю. Ну, во-первых, она автобиографична, и автобиография, она пронизывает все содержание этой книги. Затем в этой книге большой профессиональный блок, где я говорю о проблемах, о том, что влияет на архитектурный облик. И есть даже такая глава, которая так и называется «Архитектурный облик. Что это?». Есть глава, где говорится, откуда появились главные архитекторы. Такой исторический экскурс, потому что воедино эта информация, как оказалось, не собрана. И, в общем, я ее по крупицам из разных документов добывала и в итоге вот собрала такую главу. Я думаю, что она будет полезна очень многим коллегам, и как архитекторам, так и руководителям муниципалитетов, работникам органов власти. И третья часть, достаточно такая большая, внушительная, это истории о том, как ставились памятники, как устанавливались фонтаны, разбивались скверы, парки в Ульяновской области, и в Димитровграде, и в Ульяновске, и в районах Ульяновской области. И я думаю, что она будет очень интересна и горожанам, и сельчанам. И здесь есть цветная вкладка, цветная вклейка, где фотографии памятников, ну вот в частности и симперцит, и буква ЙО, и часовня на улице Гончарова, памятник Рублев в Димитровграде, памятник купцу Маркову, ну и так далее. Три сосны, символ, который лег в основу герба города. Памятник детям войны, просимпозиумы скульпторов, памятник Суворову, памятник Петру Февроне. Об этом, обо всем здесь собраны истории, потому что, я думаю, что интересно будет многим узнать, как все это происходило, и почему ставились именно вот эти монументы, скульптуры и так далее. И в этой книге я собрала интервью 28 главных архитекторов городов и регионов России. Сил надо было сколько, чтобы собрать. Да, это было не просто из страны СНГ. То есть 25 главных архитекторов России и еще главный архитектор Минска, Кишинева и Павлодарской области Казахстана. Вот каждый дал интервью, и каждый ответил на вопросы в рубрике «А что говорят архитекторы?» В конце каждой главы, а их восемь у меня в книге, есть такая рубрика «А что говорят архитекторы?». И там собрано мнение главных архитекторов по определенному вопросу, по тематике главы. И в книге, конечно, мне было интересно и написать, и самой исследовать, что такое архитектурный облик, как он понимается сейчас, как должен архитектор влиять на него. Да, ну что такое архитектурный облик? Да, что такое? Можно одним предложением или нет? Одним предложением, наверное, и не сказать. Что самое интересное, я взяла положение трех городов, Ульяновска, Казани и Московской области, об оказании услуги по согласованию архитектурного облика. И терминология там оказалась совершенно в разной интерпретации, но суть, она одна и та же, но терминология совершенно разная. И так получилось, что книга вышла как раз вот, когда в этом году внесли изменения в градостроительный кодекс и внесли такую норму согласования архитектурно-городостроительного облика. Наконец-то. О чем я и пишу в книге, потому что до этого у главных архитекторов не было такого законного права требовать согласования архитектурного облика. И, соответственно, это и сказывалось на облике наших городов и районов. Сейчас это сделано, и поэтому книга еще больше приняла такой актуальный характер, актуальность свою. Что касается вот географии главных архитекторов, все-таки я хочу сказать, что здесь, начиная собранное интервью от главного архитектора Москвы, Сергея Кузнецова, до главного архитектора Камчатского края, и география она настолько обширна. Здесь и Краснодарский край, и Пермский край, и Удмуртия, и Чечня, и Крым. А вы с ними лично были знакомы? Я с ними лично, ну, во-первых, я лично с ними, со многими была знакома раньше, потому что по роду своей работы. А с кем-то познакомилась вот в ходе Совета главных архитекторов, которому тоже посвящена отдельная глава. Мало кто из архитекторов знает об этом, что существует такой орган в рамках работы Союза архитекторов России, Совет главных архитекторов. Он собирается дважды в год, один раз в год в Москве на фестивале Зоучества в октябре, и еще один раз в каком-либо из городов России. А для чего он нужен? Это консультативный орган, где коллеги обмениваются мнением о том, как влиять на архитектурный облик, опять же, рассматривают какие-то проблемные вопросы, посещают города, смотрят лучшие практики. Ну, в общем, это такой обмен опытом. Это очень важно, иметь вот живую такую связь. И есть чат главных архитекторов городов, в котором сейчас вот в режиме прям онлайн задают вопросы, особенно молодые архитекторы, и они сразу могут получить ответ от более опытных, от тех, кто же поработал. Обычные жители, да, не архитекторы, они могут им задать вопрос тоже, да? В чате нет. Нет, да? В чате закрытый, да. Это такой рабочий инструмент, рабочий орган. Вот, и в конце книги каждый главный архитектор дал совет молодым архитекторам, и там есть и мои советы, и я считаю, что это очень важно вот для молодежи. И еще интересный такой вопрос в начале книги. Как вы стали архитектором? Ну, это да. Это тоже очень актуально. И очень актуально проблема кадров и в органах архитектуры, и в архитектурных бюро. Ну, для того, чтобы стать архитектором, необходимо закончить вуз по специальности архитектура или хотя бы дизайн окружающей среды. У нас, по-моему, два университета кадров, да? У нас два университета, но чистой специальности архитектуры нет. Есть дизайн окружающей среды в УГТУ и дизайн среды в УГУ. Но это близко к архитектуре? Это очень близко, да. Это очень близко. Там выходят хорошие специалисты. А много у нас молодых архитекторов на сегодня? Достаточно много молодых архитекторов, но не каждый архитектор хочет работать в органах архитектуры и градостроительства. Потому что, об этом я тоже пишу в книге, потому что, когда молодой архитектор попадает в архитектурное бюро, а многие начинают работать, когда еще учатся в институтах, в университетах, то он уже, вкусив вот этого чувства проектирования, чувства того, что он может что-то создавать интересное свое, то немногие хотят приходить в органы власти. Да, вот есть такое. И в основном остается работать в муниципалитетах те, кто, в общем-то, пришел практически сразу после окончания вуза. Это такая закономерность. И еще в книге я обозначила в одной из глав четыре основных проблемы в органах архитектуры, которые влияют на создание облика наших городов. Это первое, это несовершенная градостроительная база. У нас в градостроительный кодекс вносятся изменения бесконечно. И архитекторы, ну он совершенствуется, и архитекторы все время работают в условиях изменения, постоянных изменений. И среди главных архитекторов даже есть такая шутка, что градостроительный кодекс нельзя прочитать дважды, потому что он все время новый. Второе, это полномочия органа власти, органа архитектуры и градостроительства должен обладать, желательно быть отдельным юридическим лицом и обладать полными правами, полными полномочиями в области архитектуры и градостроительства. У нас же часто бывает, что этот орган входит в какой-либо другой. Раньше входило в министерство строительства, у нас сейчас объединенное министерство имущества архитектуры, что касается областного органа, это очень важно. Затем кадры и статус органа архитектуры и градостроительства. Вот такие четыре проблемы. И, как ни странно, мне было интересно читать ответы моих респондентов. Они тоже рассказали ровно об этом. Каждый по-своему, никто не повторился, но суть одна. То есть, если структура органа архитектуры как юрлицо, то это позволяет работать гораздо качественнее. Татьяна Михайловна, а как вы приехали в Димитровград? Как попали туда? Вы же, по-моему, Кишиневский, да? Да, я закончила Кишиневский политехнический институт, факультет градостроительства архитектуры, специальность архитектуры. И успела немножко поработать в Кишиневе в проектном институте. Вышла замуж и приехала в Димитровград. Муж по распределению попал в Институт атомных реакторов. И поэтому мы так остались в Димитровграде, и до сих пор там и живем. А в Димитровграде вы проработали главным архитектором сразу практически? Нет, я в Димитровграде проработала 11 лет в управлении архитектурой и градостроительством. Из них 11 главным архитектором. То есть я пришла молодым архитектором после вуза и росла до главного архитектора. А ваш первый проект вы помните? Да, я помню свой первый проект, и я про него написала в книге. Это был, как ни странно, склад газовых баллонов. Я, потому что меня распределили в Институт почтовый ящик. Он занимался промышленными объектами. И вот такой объект мне достался, и с нуля его пришлось проектировать. Ну, там своя специфика есть. Ну, я помню. Но у меня был наставник хороший. И вот очень важно, чтобы у каждого молодого архитектора был наставник свой. Это еще в Кишиневе было? Это в Кишиневе было, да. А в Димитровграде? А в Димитровграде я сразу пришла в управление архитектурой. Ну да, и вот все равно же какие-то проекты, с чего начиналось все? Это были и скверы, и парки в Димитровграде. Вопросы благоустройства, в общем, они никогда не отпускают архитектора, который работает в муниципалитете. Поэтому это было связано вот с этим, с благоустройством. Но именно при вас Димитровград обрел свое лицо, такой архитектурный опыт. Как раз, что и послужило идеей написать книгу, это то, что с 2000 года по 2005 год, это был очень активный период в жизни города с точки зрения благоустройства, улучшения архитектурного облика. И мы проводили в мэрии, в администрации совещания у нас проходили, они так и назывались, архитектурный облик. И это было все по субботам. Иногда это были пешие обходы территорий. И мы тогда выработали систему работы. Мы в управлении архитектуры составляли план по архитектурному облику, где расписывали по главам все разделы благоустройства. Это были памятники, памятные знаки, мемориальные доски. Это были отдельно разделы озеленения, парки-скверы, фонтаны, водный фасад города. Это фонтаны, и небольшие фонтанчики, питьевые там и так далее. Праздники, это и Новый год, это и День города. Это был отдельный раздел. И вообще зимнее благоустройство был такой отдельный раздел, когда и снежные, и ледяные скульптуры делали. В общем, световое оформление города. Дело в том, что в то время, это же сразу после 90-х годов, это 2000-е годы, средств практически не было, и очень много помогали предприниматели. И каждый благоустраивал вокруг своего здания, вокруг магазинов, вокруг киосков. Кстати, я перебью вас. Как повлиять на предпринимателя, чтобы он позаботился об этом? Что надо сделать? Есть у нас в городах правила благоустройства. Есть как система поощрения мер, так и система наказания. Есть штрафы за то, что ненадлежащая содержится территория вокруг здания, у которого есть владелец. Поэтому здесь работает инспекция. Татьяна Михайловна, вот в Димитровграде при вас, да и в Ульяновске, стали появляться многочисленные памятники. Насколько это важно для города? И что дает это городу? Я считаю, что это очень важно для города, и для города, и для области. Во-первых, это память. Это памятник, он же не просто так ставится, он в память о каком-то событии, или в честь какого-то известного деятеля, человека, который внес свой вклад в развитие области, страны. И у нас даже мы разработали программу вековечения памяти знаменитых земляков. Ну, у нее длинное название, на самом деле, но коротко она так звучит. И по этой программе мы установили, например, памятник детям войны, памятник Суворову, памятник Пластову, Преслонихе. Это тоже очень важно. И поэтому... А сейчас этот вопрос приобретает крайне актуальное значение, так как мы знаем, что во многих странах идет война с памятниками. То есть пытаются память стереть, а мы, я считаю, что должны, наоборот, сохранять эту память и продолжать средствами монументального искусства ставить памятники, ну, там, где это необходимо, и, конечно, без перебора, а там, где это уместно, и где это требует, ну, сама жизнь иногда подсказывает, что нужен такой памятник. Ну, и, наверное, для туристов это необходимо тоже, да? И для туристов необходимо, но для жителей не менее необходимо, я думаю, что даже больше, чем для туристов. Некоторые не знают, да? Некоторые не знают. Это помогает сохранить историю своего места, где родился, где живешь, где учился. Для молодежи я считаю, что это очень важно. Татьяна Михайловна, вот вы, при вас, по-моему, да, генплан города разрабатывался, Ульяновск и потом области, по-моему, тоже. Ну, у нас действующий генеральный план принят, Ульяновска, говорим об Ульяновске, принят в 2007 году, и сейчас, это уже прошло достаточно большое количество времени, да? Да, да. Генеральный план разрабатывается на 20 лет. 20 лет этот срок установлен градостроительным кодексом для такого документа. То есть, в 2027 году он у нас истекает. Новый должен появиться. Да, и сейчас уже разрабатывается новый генеральный план города. Были проведены торги в этом году и выиграл Красноярский институт. Уже дважды рассматривали в процессе работы проект генерального плана вместе с нашими архитекторами. Еще, я думаю, будут рабочие совещания по рассмотрению этого документа. Вы как эксперт там выступаете, да? Как эксперт тоже выступаете. Я являюсь членом Городостроительного совета Ульяновской области, в котором работает три комиссии, в том числе комиссия по градостроительным вопросам, и активно участвую в этих вопросах. Мне это интересно, тем более, что всегда есть желание как-то свои знания на благо области использовать. Мне кажется, очень сложно распланировать город на ближайшие 20 лет. Это надо видеть, каким он будет, да? Что помогает архитекторам в этом случае? Ну, помогает, конечно, знание. Знание и опыт проектирования. Дело в том, что в институтах и в университетах архитекторам дают комплексные знания практически по всем отраслям, так скажем, нашей жизни. И поэтому этому обучают. Это отдельные разделы входят и транспортные проблемы, и озеленение, экология, ну и так далее, и так далее. Городостроительные вопросы самые первые, самые главные. То есть архитектор, он просто знает, как с этим работать. И поэтому, как бы, это одна, один слой нанизывается на другой, и в итоге появляется целостный документ. Татьяна Михайловна, вот какой проект, вот пока вы были главным архитектором, который разрабатывали, да, там совместно с другими коллегами, да, какой вы считаете наиболее интересный, может, сложный, да, и необходимый? — Я вот расскажу о самом трудном объекте, и о котором как раз я написала в книге, у меня есть такая отдельная глава, «Самая трудная задача». И я не только описала то, что мы делали, сейчас расскажу о нем, а и другие архитекторы из других регионов ответили тоже на этот вопрос и рассказали о своих самых трудных задачах. Для меня была самая трудная задача, мы восстанавливали холм чести в городе Гюмри, в Армении. А сейчас это вот такое, у всех на слуху, Армения, и как раз это место, где стоит наша российская, единственная часть в Армении, в Гюмри, и этот холм находится прямо рядом с этой частью. Почему это случилось? Почему Ульяновская область вдруг в Армении? Потому что была идея посла России в Армении, в тот момент был Коваленко, который предложил российским регионам восстановить какие-то объекты на территории Армении и таким образом создавать содружество в области культуры, истории. Ну, например, Ульяновская область восстановила холм чести, и мемориал мы там восстановили, а Московская область восстанавливала храм, ну и так далее. И поэтому мы работали совместно, и мне пришлось проводить архитектурный конкурс на памятник русскому солдату на холме чести. Этот конкурс был не только с участием армянских архитекторов, а с участием российских архитекторов. И первый раз армянская сторона не поддержала ни один памятник, которые были в приоритете уже среди призеров конкурса. И в итоге конкурс проводили дважды, и в итоге пришли к такому решению, что архитектурную часть разрабатывал наш ульяновский архитектор Олег Владимиров, а памятник делал армянский скульптор Миносян. И что самое интересное, когда мы приехали вместе с Владимировым в мастерскую этого скульптора, и где работали форматуры, летейщики и бригада, и они вдруг нам рассказали историю, что, оказывается, они же отливали памятник Гаю в ульяновске. Вот мир настолько тесен, и вот так вот эта история закольцевалась. И памятник русскому солдату на холме Чести был открыт с участием двух президентов. В то время был Медведев у нас, Дмитрий Медведев президентом, и в Армении Сарксян. Это было очень значимое событие, но памятник стоит до сих пор. И холм Чести — это большой овальный холм, где раньше было кладбище воин, воинское захоронение в русско-турецкой войне, и где участвовал Симбирский полк. Вот такая интересная история. И я поэтому решила описать эту историю, чтобы просто она стала достоянием граждан. — Ну, это вот для вас как раз значимый архобъект, получается? — Да, очень значимый. — А вот в нашем регионе, может, что-то тоже можете отметить? — Ну, в нашем регионе очень много значимых объектов, и трудно выделить что-либо отдельно. Это, ну, я не знаю, ну, допустим, у нас построены, сейчас начинает развиваться активно жилой район Запад, где миллион квадратных метров жилья. У нас не было в тот момент, когда мы начинали работать, промышленные зоны Заволжья, где разместили много заводов и фабрик. Был достроен мост, новый мост через Волгу. Безусловно, это значимый объект, конечно. Были благоустроены площадь Ленина. — Ну, сейчас она Ленина, а был столетий. — Да, было столетие Ленина, тоже значимый объект. Памятник основателю города Богдану Хитрово. У нас много значимых объектов, и, ну, выделить какой-либо очень сложно. Я считаю, что при любом строительстве любого объекта город развивается и получает свое дальнейшее развитие, так или иначе. — Я посмотрела, когда книгу заметила, что есть глава совета молодым. Нужны ли советы молодым архитекторам? Вот нужны ли они? — Книга, да, книга завершается советами от опытных архитекторов молодым архитекторам. И каждый вот из респондентов, которые участвовали в книге, далее я попросила, чтобы они написали советы молодым архитекторам, каждый дал свой совет. Но вначале я решила спросить молодых архитекторов, потому что они тоже являются респондентами некоторые. И я решила спросить, а нужны ли вам советы? Потому что у нас сейчас молодежь такая активная, уверенная. — И все знают, да? — Уверенная, они все знают. И что на удивление, никто не сказал, что нет, не нужны, я сам буду работать. Все сказали, что, конечно, нужны. И даже опытные архитекторы, которые вот только стали работать главными архитекторами, они тоже сказали, однозначно нужны. И поэтому эта глава появилась, и, конечно, там и мои советы завершают. — Хорошо. Какие советы? — Какие советы? Изучай свой город, изучай территорию, планируй территорию, слушай людей. Потому что очень важно, когда главному архитектору приходят на прием люди, очень важно их выслушать. И иногда человек бывает, что ему нельзя, в общем, помочь как-то, согласовать, но когда он расскажет свою боль, ему просто становится легче, и он уходит с благодарностью и говорит спасибо. Поэтому очень важно слышать людей, изучать генплан, узнавать легенды, историю города о том, что было до тебя, как эта территория развивалась. И тогда, соответственно, будет легче проектировать и развивать эту территорию в будущем. Вот такие советы. — Спасибо большое, Татьяна Михайловна. Спасибо, что пришли. — И вам спасибо большое. — До свидания. — До свидания. — Успехов вам. Надеемся, что будет продолжение еще. — Спасибо. — Спасибо. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. — А самое главное, спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...